Да потому что нахрен неинтересно, вообще неинтересно ходить одной и той же дорогой. Я не любил вот это вот однобразие, я всегда стремился к разнообразию. Каждую субботу и воскресенье ты идешь в один и тот же кабак пить пиво, в один и тот же. И жаловаться на одну и ту же жизнь. И вы хотите, чтобы вы были счастливы? Да никогда вы так не будете счастливы, меняете что-то. Друзья, приветствую всех. В этом видео я вам конкретно расскажу, что нужно делать, чтобы быть счастливым. Какие действия нужно делать, чтобы испытывать счастье? Вот я вам сегодня расскажу конкретику, расскажу все на своем примере. И сегодня я, как вы видите, сижу вот-вот в Порше. Наконец-то я выехал на Порше, а то показываю вам мотивацию с арендованных тачек, с Rolls-Royce всяких. А наши тачки я вам не показываю. Некоторые еще писали, да ты достал уже снимать видео с Мазерати, смени уже наконец-то тачку. Ну вот, сменил тачку. Кстати, Мазерати это моя первая машина, первая. И она будет всегда со мной, я вот так решил. Как первая моя квартира, это очень важные вещи. Первая квартира, первая машина, и я никогда не буду ее продавать. Это, можно сказать, мой первый успех. Да, эти вещи мне очень близки к сердцу. Да, первая квартира, первая машина. Ну и я хочу их сохранить. Вот, чисто для себя. Так, давайте я вам расскажу, да, немного об этой тачке. Вот, людям очень нравится, именно моей аудитории, вот такие вот живые видео. Пишут мне, почаще снимай влоги. Но они, конечно же, не набирают много просмотров, они чисто для своей аудитории. Итак, давайте я вам расскажу несколько слов об этой тачке, будем переходить к теме видео. Теперь у меня есть уже с чем сравнить. Видите, я уже знаю, как ездит, там, Ламбо, как ездит Роллс-Ройс, как ездит Мазерати. Потому что, когда я купил Мазерати, это была первая машина. И у меня спрашивали, как тебе Мазерати? Нормально, ну, ездит. Я просто, ну, не знал других машин вообще. Я раньше не сидел за другими машинами, не знал, как они себя ведут. Вот. Я тренировался, правда, на Шевроле. Не помню, какой. Но разницы я не почувствовал. Вот. Здесь, конечно же, колоссальная разница. Ну, во-первых, это новая тачка. Что вы хотите? Ну, новая машина. Здесь все крутое. Тоже видите красный салон. Что здесь крутого? Она ведет себя очень плавно. Как прям Роллс-Ройс. Потому что моя Мазерати, она дерганая. У меня дерганный тормоз. Ну, как дерганный? Не дерганный по сравнению с этой машиной. Потому что здесь все настолько плавно. Ты тормозишь, она очень плавно тормозит. Руль тоже как-то плавно ходит. Ну, если сравнивать с Мазерати. Плюс, что здесь? Ну, здесь все круче. Камера 360. Вот. Это очень крутая тема. И она бы мне не помешала. Вот. На Мазерати. Потому что я только начинал водить. Ну, и немного не вписывался. Вот. С Мазерати. А если бы у меня была вот такая вот тема, конечно же, было бы мне проще. Что еще здесь? Звук здесь круче. Кондиционер, климат-контроль круче. Видите, 17, 17, 5. А у меня сразу же 17, 18, 19. Ну, в общем, крыша. Крыша панорамная. Как она здесь? Вот. Открывается все. Можно вот еще открыть полностью. Красота. Конечно же, красота. Так, что еще? Ну, салон, вы видите, тоже красный. Потому что черный. Ну, черный это очень некрасиво. Я люблю, чтобы салоны были какие-то красные, коричневые, оранжевые. Ну, это же круто. Ну, зачем брать такую крутую тачку и черный салон? Вот. Что сказать о Porsche? Они сильно наглые, блин. Они столько денег берут за каждую мелочь. Вот за этот логотип. Этот логотип стоит там 300 баксов. Вот, видите? Два логотипа 600 долларов. То есть берут деньги за каждую мелочь. Казалось бы, вот такая вот деталь, вот эта вот тема, она должна быть. Ну, как это сделать тачку там и без логотипа? Нет, за каждую мелочь нужно доплачивать. Прям за каждую мелочь. За коврики. Даже за коврики нужно доплачивать. Вот это полнейшая дичь, я считаю. Если, ну, давать людям сервис, ну, я думаю, нужно, нужно это все, ну, чтобы было включено. Потому что, ну, это полная дичь. Некоторые могут сказать, ну, если ты берешь такую тачку, будь готов, да, отдать за это деньги. Да дело, может быть, даже не в деньгах, а в том, что это реально бесит. Реально бесит, ты каждую позицию вот эту вот выбираешь. Вот какие-то базовые позиции, они, я считаю, должны быть включены. Короче, ребята, все, на этом я буду заканчивать обзор. Переходим к теме видео, потому что я же не автообзорщик, это не основная тема. Я вам не расскажу о каких-то там характеристиках, мне вообще пофиг. Мне главное комфорт, мне главное комфорт. И плюс это видео о счастье. Итак, сегодня я вам расскажу, что конкретно нужно делать, чтобы быть счастливым. Как я пришел к этому видео, я слушал аудиокнигу. И там говорится, что... Давайте я, наверное, закрою крышу. И там говорится, что, чтобы быть счастливым, нужно находиться в состоянии потока. То есть счастье – это поток. Счастье – это поток. И вот когда я слушал эту книгу, и там говорится, чтобы быть счастливым, нужно делать это, это, это. Я такой, блин, а я это все делаю. Вот почему я думаю, я счастлив. Я это все делаю. То есть, чтобы быть в состоянии потока, нужно делать определенные вещи. И нужно быть в состоянии правильного потока. Именно вот правильного потока, который будет делать тебя счастливым в долгосрочной, можно сказать, перспективе. Кстати, еще читал статью, это как раз к этой теме, Где говорится, что человек, который испытывает боль и проблемы, но занимается любимым делом, счастливее, во много раз счастливее, чем люди, у которых все хорошо, которые в зоне комфорта, но занимаются нелюбимым делом. То есть вы можете испытывать боль, но при этом быть счастливым. У вас трудности, у вас проблемы, но вы знаете, что вы занимаетесь своим делом. И общее эмоциональное состояние будет способствовать счастью. То есть вроде бы вам плохо, да, вы страдаете, но вы будете чувствовать себя счастливым. И наоборот, когда вы вот какими-то сиюминутными удовольствиями заглушаете боль, алкоголь, игры компьютерные, да, может быть в моменте вы чувствуете вот этот вот поток. Как раз в этой аудиокниге и говорилось. Я не помню, что это за аудиокнига, я их накачал, у меня их очень много, и они идут у меня в машине по порядку. Вот, там нет названия. И вот, когда ты заглушаешь эту боль, вроде бы в моменте ты счастлив, но потом ты чувствуешь опустошение, да, потом тебе плохо. Итак, перейдем к этим вещам, которые делают тебя счастливым, которые позволяют чувствовать состояние вот этого вот потока. Итак, первая главная вещь, которая делает меня счастливым, я начну с тем, которые связаны с действиями, не с эмоциональных тем, потому что вот осознание того, что ты любим, что тебя ждут, это тоже очень важная вещь. Это самая важная вещь, эмоциональная вещь, когда ты знаешь, что ты кому-то нужен, и ты испытываешь состояние вот этого вот потока. Но, перейдем к действиям. Создание. Первая, самая главная вещь, вот я замечаю, когда я чувствую состояние вот этого вот потока, когда я что-то создаю, когда ты создал. И еще это с детства замечал, когда я стульчик сделал, досок сбил, когда я там забор починил. Такой эмоциональный подъем за то, что ты что-то сделал, ты что-то создал. А если ты взамен получил благодарность, когда тебя там похвалили, когда твоим изделием пользуются, да, вот я в деревне любил мастерить. И я мастерил всякие стулья, столы, и делал их реально качественными. И их использовали там в сарае, их использовали там на картошке, их использовали, чтобы просто там посидеть там под деревом отдохнуть. И пользовались только моими этими стульчиками, потому что я их сделал, и я вот чувствовал гордость. Чувствовал гордость, что вот именно берут мой этот стульчик и пользуются. Вот. Процесс создания. Что сейчас? Когда я создаю видео, когда я создаю контент, когда я создаю что-то, а еще получаю взамен благодарность, когда я создал видео, сделал какой-то перевод, это видео набирает миллионы просмотров под видео. Меня люди благодарят, спасибо, Тарас, что ты делаешь такой контент. Во всем этом счастье. Я нахожусь в состоянии потока. Когда создаю, когда создаю, и это то, что я создаю, нужно людям. Там это смотрят, и там люди меня поддерживают. То есть это те вещи, которые вы можете делать, которые вы можете делать, и вы будете чувствовать состояние вот этого вот потока. Второе – это развитие, это рост. Когда ты растешь и развиваешься. Но поток, он сильнее, я думаю, именно не при самом развитии. Именно не тогда, когда ты в моменте, там, читаешь, развиваешься, настоящий поток приходит потом, когда ты пожинаешь плоды своего роста. Ну, простейший пример, когда я, там, учил английский, да, у меня английский не очень. Вот, у моей жены крутой английский. И когда ты, там, общаешься с таксистом в Дубае, и я начну общаться, и одно слово, еще одно слово, ну, столько слов, оказывается, знаю, да. Ну, какие-то такие слова, которых бы я не должен знать, но я их учил раньше, и я их вспоминаю, и я чувствую гордость. Я в состоянии потока. Вот, блин, я смог пообщаться с этим человеком, он меня понял, я понял его. Круто, очень круто. Или когда тебе, там, человек рассказывает о какой-то книге, а ты эту книгу читал, ты можешь поддержать диалог. Или когда, там, я не знаю, финансовая грамотность тебе помогает. Когда ты понимаешь, вот, хорошо, что я раньше, там, вложился в биткоин и в золото, вот оно сейчас выросло. Хорошо, что я тогда распределил вот таким вот образом свои деньги. Потом ты находишься в состоянии вот этого вот потока, потому что ты рос, потому что ты развивался, ты читал, ты читал, ты создавал, создавал себя, и потом пожинаешь вот эти вот плоды. Когда ты, как бы, читаешь книгу, круто, да, когда ты что-то узнаешь, когда ты что-то узнал, классно записал, я захожу в заметки, в телефон, я записываю какие-то там идеи. Но потом этот поток тебя догоняет, это еще круче, это реально еще круче. Также я заметил, что я чувствую состояние потока. Вот когда я слушал эту книгу, там вот эти вот вещи, опять же, назывались, и я такой, блин, я это все делаю, вот это делаю, это делаю, это делаю. Вот почему я счастлив, я все это делал. Поток вы будете чувствовать в разнообразии, именно в разнообразии, когда вы будете пробовать что-то новое. Вот почему я каждый раз пытаюсь пробовать что-то новое. Опять же, я замечаю по себе это с детства, может, поэтому я стал успешным. Потому что вот у меня были такие задатки. В детстве я не любил ходить одной дорогой. Я знаю, многие люди ходят одной дорогой. Потому что они привыкли, зачем идти, зачем идти, вот мы знаем эту дорогу. Да потому что нахрен неинтересно, вообще неинтересно ходить одной и той же дорогой. Когда мы были на море в Коблео в 2015 году, когда я с женой познакомился, я говорил, давайте будем кушать в разных заведениях. Каждый вечер мы будем кушать в разных заведениях. Зачем ходить в один и тот же ресторан? А все говорили, идем в одно и то же место, мы уже там знаем. Вот там круто, мы знаем то место, давайте ходить только в это место, потому что там нам нравится. А может тебе еще где-то понравится? Может там какая-то другая еда, там другие вкусы? Зачем ходить в одно место? И я всех уговорил, и мы ходили в разные места. Зачем ходить в один клуб? Можно в разные клубы пойти. Там, блин, 10 клубов. Зачем ходить в один и тот же? Понимаете, еще тогда я не любил вот это вот однообразие, я всегда стремился к разнообразию. И сейчас я, когда прихожу в какой-то ресторан, я знаете, что говорю в ресторанах? Удивите меня чем-то интересным, каким-то блюдом, которое я нигде не пробовал. Ну, они говорят, вряд ли такое блюдо у нас есть. Я говорю, принесите мне что-то интересное. Или когда там за границей, я смотрю на меню, и вот какое-то название, а я его не знаю, я не знаю, что это такое. Я говорю, вот это мне. Он начинает объяснять, я говорю, не объясняйте мне. Мне интересно, что мне принесут. И я беру много блюд. Вы могли видеть, да, моих видео там во влогах. Я беру много блюд, я беру вот это, 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 это. И выбирает то, что я вообще не знаю. И я даже не хочу гуглить перевод, что это значит. Потому что мне было интересно, вот в последнем ресторане в Хорватии, и мне так голубя принесли. Я не знал, как голубь на английском. Я говорю, мне вот это. Даже жена не знала, как голубь на английском. Я ее спрашиваю, что это такое? Она говорит, не знаю. Я говорю, о, давай вот это закажем, это интересно будет. Да. И она, может быть, его ела, если бы она не знала, что это, а потом официант, правда, сказал. Вот. Понимаете? И ты чувствуешь состояние вот этого вот потока. А люди, я представляю людей одно и то же. Какое нахрен счастье? Каждое утро ты ходишь по одной и той же дороге на работу. Приходишь домой. Все одно и то же. Каждую субботу и воскресенье ты идешь в один и тот же кабак пить пиво. В один и тот же. И жаловаться на одну и ту же жизнь. И вы хотите, чтобы вы были счастливы? Да никогда вы так не будете счастливы. Меняете что-то. Меняете. Каждый раз пытаетесь что-то изменить. Даже вот в таких простых, простых, казалось бы, вещах, да? Нужно менять. И я еще тогда это все менял. Мне не нравилось. Я менял. Я пойду другой дорогой. Она длиннее, но она интересная. Я так еще не ходил. Ну вот, вот так вот я пытался раньше жить. Тогда, когда у меня не было никаких возможностей, я уже тогда пытался наполнить свою жизнь какими-то окрасками. Уже тогда. И вы можете это делать. Какие еще действия? Вот. Я по себе замечаю. Когда я делаю людям приятное, когда я делаю подарки, когда я готовлю какой-то сюрприз там своей жене, когда я еду там, заказываю ресторан, выбираю блюда, когда я там договариваюсь. Вот эти все действия, да, это, можно сказать, даже переплетение создания и дарения какого-то. Вот. Переплетаются два потока. Когда ты что-то создаешь, да, ты создаешь какое-то мероприятие, ты там везде ходишь, решаешь, пытаешься все наладить, чтобы все было красиво, чтобы все было так, как ты запланировал. И вот у меня все всегда происходит, все, как я запланировал. Всегда. Я уже себе здесь выстроил план, я согласовал со всеми, все, приехал навстречу, все сделал и чувствую счастье. И потом, когда ты делаешь это приятное человеку, и потом видишь эти эмоции у человека, когда там жена радуется, все, да, это тебе еще приятнее. И вот ты находишься в состоянии этого потока. То есть отдача, дарение, это то, что можно делать, это то, что могут все делать. Теперь перейдем к эмоциональным вещам. Здесь делать как бы ничего не нужно. Ну, нужно, конечно же, чтобы это все чувствовать, да. Ну, во-первых, это любовь, да, это любовь, когда ты чувствуешь, что ты любим. Это очень сильно влияет на поток и на счастье. Также это красота. Вот для меня красота. Я люблю наслаждаться просто видами всем красивым. Я люблю наслаждаться всем красивым вот этой машиной. Я вот, ну, с детства я такой. Я с детства любил наслаждаться. Вот для меня, когда ты сидишь, смотришь на закат, это ты не тратишь время. Ты заряжаешься, ты наслаждаешься, ты вот в состоянии вот этого вот потока, ты в состоянии счастья. Просто я могу реально сидеть часа два. Часа два могу сидеть и смотреть, как солнце там заходит. Солнце уже зашло, я продолжаю сидеть, смотрю там на воду, слушаю птиц, там лягушки потом там начинают. И вот так вот я два часа могу просидеть. В тишине, без музыки, без телефона. И потом ты выходишь. Именно нужно посидеть так, от всего отвлечься. Чтобы никакая херня в твою голову не лезла. Именно не посидеть и не обдумать там бизнес, да, нет. А именно посидеть, так сказать, опустошиться. Чтобы вот все эти мысли, все это ушло, ты посидел, очистился и потом, потом идешь назад, идешь там по траве и тебе приходит идея такая, бам. Все, ты приходишь и что-то создаешь крутое. И опять состояние потока. И вот так вот это все идет по кругу, по кругу, по кругу. И ты постоянно в состоянии потока, постоянно в состоянии счастья. Вот я постоянно в состоянии счастья. Я всегда счастлив, всегда кайфую. Может, это не так видно на моем лице. Там многие мне говорят, Тарас, ты так мало улыбаешься. Но вот внутри, внутри просто я как-то не сильно вот это все выражаю, да. Я просто могу реально быть таким спокойным. Ну, сейчас я еще больше там, можно сказать, успокоился. Просто там сидеть, просто с каменным лицом пялиться на закат и вот здесь мне будет хорошо. То есть я буду чувствовать состояние покоя, состояние потока, состояние вот этого вот счастья. Вот так вот я могу. И опять же, это все было с детства. Я еще с детства любил ходить там на рыбалку. Но когда ничего не клюет, я сидел и просто кайфовал от природы. Ничего не клюет там. Мне говорили, что ты там сидишь? Иди уже домой. Ну, что ты сидишь? Да я сижу, кайфую от жизни. Я сижу, наслаждаюсь. Что я сижу? Вот такие вот странные люди. Они меня не понимали, я их не понимал. Вот почему я сейчас на этом месте. Это все, я теперь понимаю. Я вот слушаю вот эти вот все книги, я читаю, я понимаю. Это все, оказывается, связано. Это все связано с тем, что я имею сейчас. Потому что еще раньше вот у меня были вот такие вот задатки. Вот. Я вам назвал вот эти вот все вещи. Они делают меня счастливым. Еще, конечно же, счастье в здоровье. Когда ты хорошо себя чувствуешь, когда ты здоров, у тебя, понятное дело, хорошее настроение. Это тоже нужно понимать вообще везде, опять же, нужно держать вот этот вот баланс. Везде нужно держать баланс. Потому что если люди ставят только на здоровье все, вот они полностью за собой следят, все делают, но в других сферах у них провалы, да, и все, и все. И ни о каком счастье не может идти речь. Есть еще много вещей, но это вот основные вещи. Понятное дело, в бизнесе это любимое дело, это прям основа основ. Но я же не мог вам сказать, вот, любимое дело. Я хотел конкретику. Вот что именно в любимом деле? Создание. Именно создание в любимом деле делает меня счастливым. Создание и обратная связь. Создание и обратная связь. Это все, что нужно в любимом деле в бизнесе. Когда ты получаешь деньги, когда ты получаешь поддержку от людей. Это все, что нужно. Ты создаешь. Это людям нравится. Это людям нужно. Это людям помогает. Это меняет жизнь. И ты получаешь взамен и деньги, и благодарность. Вот. Вот так я выстроил свою жизнь. И, в принципе, так все могут выстроить свою жизнь. Все. Я смог, выстроил. И вы сможете. Как там есть цитата. Я смог, и вы сможете. Никто не смог, будете первым. Даже вот сейчас, ребята, я в состоянии потока. Потому что я создаю, создаю. Вы видите, какой я заряжен. Вы видите, с каким энтузиазмом я это все рассказываю. Нету ничего. Никаких заготовок. Все вот здесь. Мой опыт, моя жизнь. Все вот здесь. И вот когда я вот так вот завожусь, да. Потому что я вхожу в состоянии потока. Я завожусь и вот так вот создаю контент. И вот поэтому я так громко говорю. Многие там говорят. Ты чего орешь видео? Я таким отвечаю. Потому что я оратор. Потому что я в состоянии потока. Да. Я вот завожусь. Потому что мне это важно. Я создаю, я чувствую приподнятость, я чувствую себя хорошо, я чувствую, что я могу этими словами помочь людям, что люди узнают тебя, что люди могут изменить жизнь благодаря вот этому вот видео. И поэтому я такой, потому что все идет изнутри, все идет с души. Да, наверное, для обычных людей это непривычно. У них все нормально, у них все стабильно, спокойно. А тут они включают мои видео, я тут такое ору, рассказываю, мотивирую. И они такие, воу, 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 блин, чувак, успокойся, ты что орешь? А для меня это привычно, для меня вот это привычно. Я счастлив, у меня уровень энергии выше, я не знаю, как по-другому можно там снимать видео. Ребята, привет всем, в этом видео мы поговорим, ну я не знаю. В этом настоящее я, вот, это настоящее я. Если вам не нравится, переключайтесь. Опять же, вы делаете выбор. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите, идите дальше, вот и все. Нравится моя подача, смотрите, не нравится, не смотрите. И плюс я занимался рэпом, плюс я занимался музыкой. Да, это из-за этого, потому что много каких-то факторов, и вот поэтому я такая личность. Много каких-то факторов. Я стараюсь вот так вот четко все проговаривать, выговаривать, делать классный звук, потому что я раньше сводил звук, сводил треки, занимался музыкой, занимался рэпом. И поэтому я вот так стараюсь говорить, это тоже на это влияет. И очень много факторов на это влияет. И вот эти все факторы соединяются, и получается личность, получается человек. И вы также в своих поступках, в своем эмоциональном поведении вы себя ведете так непросто. Вы себя ведете, потому что в детстве что-то было, потом еще что-то было, потом еще что-то на вас повлияло. И вот с этого создается личность. Ну что, ребята, на этом я буду прощаться. Я надеюсь, это видео вам зашло. Вы много извлекли из этого видео пользы. Если это так, поделитесь этим видео с друзьями, поставьте ему лайк. Также подписывайтесь на остальные мои полезные каналы. Канал с новостями, канал по мотивации, канал по финансам. Все ссылки в описании. Всем желаю жить в состоянии потока. Всем счастья. Всех люблю, целую. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин